7 сентября в Дербенте во дворе многоэтажного дома по улице 345-й стрелковой дивизии был подорван автомобиль, в результате чего погиб сотрудник полиции. От его машины остался лишь развороченный кузов. Взрывной волной выбило окна почти на всех этажах, особенно пострадали первые два подъезда, где также серьезно были повреждены балконы и лоджии. Только жители теперь уже аварийного дома, как оказалось, не могут претендовать на денежную компенсацию. В спорной ситуации разбирались наши корреспонденты. В субботний вечер 7 сентября большинство жителей этой многоэтажки в Дербенте проводили как обычно, перед телевизором дома. Никто из них и не думал, что в 11 ночи прогремит взрыв, который изменит их жизнь. Взрыв был, я видел этот взрыв, я не слышу довольно другой, вот так не работает голова, конкурсиста. Вот этот взрыв, есть стекла. Теперь вместо двух этажей куча мусора и развалины, а в соседних подъездах выбиты двери и окна. Да и весь дом нуждается в капитальном ремонте. Неудивительно, ведь мощность бомбы составила от 15 до 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали все квартиры, которые вот этого подъезда, того подъезда и этого подъезда. Третий, четвертый, пятый, шестой подъезд. Все пострадали, все пострадали, все подъезды пострадали люди. Только восстанавливать ущерб жителям злополучной пятиэтажки оказалось, никто не торопится. Обращения во всевозможные инстанции ни к чему не привели. Сегодня, когда наши жители пошли в администрацию, сказали нам, что они не могут нам оказать никакой помощи. В связи с чем? В связи с тем, что это не теракт, а это покушение на убийство на полицейского. Вот и заявление, ничего нам не поможет. Каждый, мол, выбирайте сами. Мы поехали в МЧС, принял нас зам, начальника не было. Он сперва нам документы дал, мы посмотрели акты первичные, без печати, без ничего. Он потом нам сказал, как кто-то ему позвонили, что он изменился в лице, сказал, я вам не имею права давать никаких документов, мы вам не дадим. Нужно добиваться нам, самим жильцам, чтобы признали террористический акт. А тогда для чего нам? Администрация, для чего она нам? Если этого администрация не может сделать, нам сказали, что нам может помочь администрация и МЧС, но они отнекиваются. А что еще говорить? Только писать Махачкалу. Я когда сказала, что я буду писать Махачкалу Абдулатипову и напрямую президенту, лицо поменялось, совсем другое. И он мне сказал, вот тогда вы точно получите. Вот и все. Почему-то дома в других регионах страны восстанавливают после взрыва бытового газа. Достаточно вспомнить Астрахань, Нижний Новгород и Луганск. И только жителям многоэтажки в Дербенте помощи так никто и не предложил. Патиман Бурзиева, Рамазан Амаров, Хаси Гази Амарова. Время новостей. Дербент.